МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне кажется, ничего хорошего не будет. Только будем молиться Богу, один Бог нам судья. Мне кажется, люди просто не выдержат и все уедут. Ну, лично мое мнение. Надежда умирает последней. Мы надеемся на лучшее. Что еще ожидать? Я, правда, очень спешу. Но то, что у нас творится, это неправильно. Это просто ужасно. Нужно одуматься кому-то так и о людях немножечко, не только о себе. Вот и все, что хорошего я могу сказать. Я бы могла много еще сказать, но это уже политика. А я бы не хотела в нее вслевать. Просто еще раз говорю, желается и хочется лучшее. Нечего ждать. Тут уже без разницы, ждем мы или не ждем. Ситуация такая. Наверное, будет дорого все, мне кажется. Даже если будут товары, очень дорого. Ни счета, особенно пенсионеры. Особенно пенсионеры. У них такая пенсия небольшая. Так что я уже как участковая медсестра, я проходила весь алпук. Я знаю, как бабки старые живут. Они уже берут тезек. Где топят, где не топят. Вот есть, наверное, семью, они с первого марта уже не топят. Сидят в холоде. И хорошего не ждем. Как было уже не вернуть. Нищета. Просто коммерческая нищета. Особенно нашим пенсионерам. Если мы молодые, еще сможем уехать куда-нибудь. Возможно, если еще нас где-нибудь примут заработать. Но наши старики, они нищета. Полная нищета. Не знаю. Катастрофа, наверное, будет. Потому что если бензин сегодня 30 лет... Его и нету нигде. Я вчера с сыном объездила. Везде нету нигде. Не дают солярку, топливо. Не дают нигде. Даже и по 30, по 50. Дорого будет, но нету нигде. Остановится все. Эти все автобусы из сел. Люди не смогут не выезжать, не уезжать. И частники тоже не смогут выезжать из дома. Потому что страшное дело. Редактор субтитров А.Семкин